Одесским фасадам приходится терпеть многое влияние времени и погодных условий, нависающие кондиционеры, спутниковые тарелки, рекламные конструкции и вывески. Несмотря на необходимость в реставрации и сохранении аутентичного вида фасадов, дома в историческом центре продолжают разрушаться. Фиксируя великолепные декоративные элементы, писатели пытаются напомнить одесситам о достоинствах городской архитектуры. Именно с этой целью была создана книга под названием «Население одесских фасадов». Более 400 фотографий, а сделано было их еще больше. Уже отбирались самые-самые интересные, потому что действительно ходить по Одессе, фотографировать, если каждый дом, то это можно выпустить многотомное собрание сочинений. Чтобы сохранить хотя бы память об архитектурных изысках нашего города, историки и писатели прибегают к письменному и фотографическому документированию. Здесь, конечно, не все элементы декора, отражающие, так сказать, людей. Ну, понимаете, Одесса необъятна. Здесь даже ставится вопрос, вот я буду ходить, а вот это нет книжки. Слава Богу, все не увидишь, не опишешь. Пусть книга и не смогла объять необъятную Одессу, но читатель узнает о множестве мифических и исторических персонажей, населяющих городскую архитектуру. Хочется верить, что необычайную красоту фасадов удастся сохранить не только на страницах книг и фотоальбомов. Екатерина Лапицкая, Алексей Кулигин, Новая Одесса.